Вот сап, народ, настоящий пивозавр на связи, и сегодня мы приступаем к просмотру новой страшилки от Линча под названием Домовой. Всего в данной страшилке 4 серии, так что, думаю, быстренько мы с вами управимся с ней. Первая серия называется Бабкина рассказы, но перед тем, как мы приступим к её просмотру, мне бы хотелось вам порекомендовать собой телеграм-канал. Ссылочка на него находится в описании, в закреплённом комментарии. И вообще, чувак, блин, если ты ещё не подписан на него, то какого хрена? Ставь видео на паузу и спускайся вниз, ссылка есть везде, почему ты ещё не подписан? Ну, давай, вставь видео на паузу, исправляй ситуацию и продолжим. Всё? Подписался? Тогда усаживайся поудобнее, и всем, кто кушает, приятного аппетита и приятного просмотра, ну а мы начинаем. Так, это кто у нас? Какой-то мужик. Посередине ночи бежит. Приспичило, наверное. Или нет? Может быть, опять свет горит. Наверное, кто-то там посередине ночи сидит, ролики тоже записывает, поэтому свет горит. Прям как я. Да ровнее ты ведро, держи, но что-то это как не доделано, это ё-моё. Ой-ой-ой, наваливают просто, ля, что творят? Миш, ты можешь осторожнее вести? Сколько раз уже днищем ударишь? Чувак, ты мог бы сам за руль сесть, чего причитаешь? Я тут ни при чём, машина низкая сильно. А, низкая, да конечно, я и так пол дороги прорули. Блин, я бы хотел с ними прокатиться. Блин, знаешь, что я тебе скажу? Плохому танцору вообще-то... Так, хватит, хватит уже причитать. Ты видишь номер дома? Вижу, седьмой. Знаешь, правильно приехали, это наш. Слава богу, блин, доехали. В смысле, слава богу, доехали? Нет. Я не пойму, тебя что-то не устраивает? Что ты хочешь этим сказать? Блин, тут сколы на машине появились. Господи, да... Мне начало, мне прям уже нравится эпичное такое. Где? Да вот, на двери. А ты уверен, что их там не было? Уверен, Линч, я её только отполировал. Блин, ну отполируешь ещё раз. С эти вонючие камешки на этой вонючей дороге. Да хватит уже причитать. С таким отношением к машине можешь её просто поставить в гараже и сдувать с неё пыль. Так и сделай, Линч. Хрен мы больше поедем во всякие богом забытые места на моей машине. Господи, да без проблем. Эй, парни, случилось? Добрый день, вам помочь? Мы к вам, собственно, приехали. А вы разве знакомы? Нет, с вами нет. Ну что же ты получается? Меня зовут Егор Линч. Да, вы Борькины друзья? Да, именно, мы Борькины друзья, неверно. Говорил, говорил, что вы приедете. У нас пятёра, блин. Ну что тогда? Заходите, ребятки. Заходите. А, спасибо. Давай, Джон, идём. Борька, спит. Да иду я, иду. Сейчас я его разбужу, подождите здесь. Да, спасибо большое. Да не за что, ребятки. Если надо, пусть спит, мы его подождём. Да куда там, пусть просыпаются. Прикинь, что... Эй, вставать пора, такие люди приехали, Эмар. Ты вся ты, яичолок. Ну вот, полируешь ещё раз. Приехали, блин, в колхоз. Хватит, пожалуйста. Почему нас никогда не приглашают в шикарные отели, чтобы изгнать какого-нибудь духа или вампира? Вот так получается. Только представь, сели от нас в пятизвёздочные номеры и... Да ну, по-моему, так намного круче. Деревня, свежий воздух. Реально, красота. Чижный гладь просто. Вижу, нет. Речка тут вроде даже есть. Да, а вместе с этим, чёртова жара. Ну, надо было кондиционер на машине починить. Надоедливые насекомые, постоянно пьёшь, а от этого постоянно писаешь. Да ладно тебе, по вечерам ещё не так уж и жарко. Я бы даже сказал прохладно. Ага, прохладно. Только пока до вечера доживёшь... Всё, заканчивай, Джон, мне это уже надоело. Почему ты вечно всем недовольна? Почему это вечно? Просто у нас разные представления о комфорте. Так может, нам тогда стоит ездить в одиночку? По разным делам, каждый по своему... Ну, не, не, не. По комфорту? Знаешь, а может и стоит. Ну, вот и славно. Разберёмся с этим делом и поедем каждый по своему комфорту. Ну, и отлично. Доброе утро, мужики. Доброе, доброе. О, Боря, приветствую. Вовремя чувак подоспел, а то бы ещё бы чуть-чуть, и мне кажется, они разосрались бы. Прям ранень. Ещё бы косильнее. Такое, смотри, как... В смысле ранень? Вроде как обед уже. А, да? Да. Ну, сейчас будем обедать. Отлично. Что-то будет хорошее. Можно руки помыть и, собственно, садитесь. Всё, поняли. Сейчас мамке скажу, она поляну накроет. Слушай, Борь, только сильно много не наготавливать. Да, да. В смысле не наготавливать? Да мы ж поели на запросе. Да, какой-то безэнтузианс. Вот это мне нравится, чувак. Просто такой и на чиле на расслабоне выкатил. В халатике такой. Ну, ещё поляну накроем, как бы, ну, чуваки, давайте. Он просто сонный забил. Идём давай руки помоем. Я ж правильно понимаю, что это не тот дом, который нам нужен. Вроде нет, он мне фотки присылал, там вроде другой был. Как где тот? Посмотрим, а сейчас всё узнаем. Ну, ладно. Так, а где тут руки мыть? Может здесь, Винч? А, может и здесь. Это больше на душ похоже, конечно, но... Так, а как это работает? Сейчас, по-моему, эта хрень выльется на него. Это там есть? Кран, что ли? Дёрни эту штуку. А. А где Джон? Джон! Я здесь, возле тачки. Что ты там делаешь? Тут уже на стол вовсю накрывают. Да, блин, решил сколы осмотреть и заметил, что тут ещё порог замянит. Ну, ты же знал, куда мы едем. Я тебе сразу сказал, что тачка твоя, мягко говоря, не подходит для нашей деятельности. Нам нужно что-то проходимое, высокое. Ну, может и так. Ты взял это ржавое. Э, потише. Это старую машину, я хотел сказать. Да, блин, Линч, я на неё еле-еле... Да, блин, нихрена, она выглядит неплохо. Ты мне накопила, ты мне про внедорожник говоришь. Нам-то не так много платят за всю эту дичь. Ну, для начала можно как бы и оптимизировать свои расходы, например. В смысле? Как это? Ну, перестать есть в фастфуде, по кинотеатрам ходить. Так можно получить карту Рика и Морти с бесплатным обслуживанием. Слушай, а это хорошая идея. Может так и на диске новый накоплю и порог починю. Ну вот, и я о чём тебе говорю. Так что хватит кряхтеть над тачкой, давай, идём, потому что завтрак-обед уже нас ждёт. Вот да, это дело я люблю. Такой значится писатель. Ай, красота, просто завтрак такой на природе, блин, класс. Много-то писанинов. Чё, домашняя такая еда. Не переживайте, на жизнь ему хватает. Да, очень скромную жизнь, я бы сказал. Ну хватит тебе причитать. У Егора, между прочим, миллион подписчиков. Миллион, а здесь есть такое, чуть больше даже. Ну, как бы нифига себе. Блогер, да? Сначала блохер, жёлтый. Ирожа, не борчи. Здесь сейчас вон блогерами хотят стать. Ну не у всех получать. Как бы нормально профессией заняться? Это какой по-вашему? Да хотя бы токарем там, автомехаником. Всегда не штатся токарем. Броня, прекрасная, хватит. Это что, ваш ютюб? Сегодня он есть, завтра он нет. Просто чейбать. А в смысле нет? А ручками-то работать не умеете. Кстати, Далинчик, мы так-то нифига не имеем. Нет, ну мы людям ещё вообще-то помогаем. Ну, людям помогать, это мы молодцы. Вам, например. Это вы нам помочь приехали, что ли? Как бы, да. Всё смешно. Ну я ж говорил, они хотят разобраться с домом бабушки. Ну что с бабушкиным домом? Бать, ну ты чё? Ааа, барабашку, что вы всех хотите? А вы его видели? Видел он всё, видел. Ребят, вздоро это всё. Да как, пап, ну ты чё? Нету там ничего. Мы только ради этого приехали, да? Бать, ты же рассказывал, что в детстве, когда жил. Да я малой был. Так и я ж видел всякое, пап, и слышал. Да шо ты там видел? Насмотрится своих ужастиков, блядь, потом мерещится им всякое по ночам. Так свет там вчера горел ночью, бать. Да куда там? Говорю ж, насмотришься всякого, и мерещится тебе потом. Да ничего не мерещится. Серёж, не задирай ты их. Да не задирай, Николай. Вам как, ребятки, вкусно всё? Да, спасибо большое. Спасибо, я и июнь, мам. Да, очень вкусно. Ну, славно. Вы на речку сейчас придёте? Не, мам, мы сразу в дом, к бабуле. Ну, тогда наедайте, мальчики, я вам покажу вашу вкус. Смесь, я как-то. А, мы вообще-то рассчитывали переночевать в доме вашей бабушки? Ну, как хотели? Вы знали? Нифига их. Крыль совсем, что ли? Там сыро, плеть. Ну, нам такое нефига. Сразу к барабашке, к домовому, впервые. А что зато бейте? Да не зато бейте. Там как раз холм продувает. Хотя ладно, чему я удивляюсь. Им не привыкать. Нормально всё будет. Они же по делу приехали. Я им обещал. Да, как хотите, ребят. Я предупредил. Ну, спасибо. Люд, дай им хоть одеяло соблюжить. Да не надо. Спасибо большое. Мы как-нибудь справимся. Хоть печь растопите тогда. А то там так сыро, что... Да бать, мы всё поняли. Серёжа, не сложно. Да, не переживайте. Ну что, мужики, пойдём тогда. Ага. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, что мы просто сыном. Соборька, быстрее возвращайся. За пивком не сгоняешь ещё. Да сигаретами. Футболку накину, да ключи возьму. Куда он? Сказал, футболку надеть надо. Понятно. Да камон, это же деревня. Тут всё можно и так. Всё, пойдём тогда рюкзаки, что ли, пока возьмём. Да, пойдём. Блин, ну правда, чё им не спалось в доме? Типа, все условия были для них. Торматик, душа. Ну нет же, по хардкору надо. В доме с барабашкой. Нормально такой завтрак-обед, да? Да, неплохо. Слушай, ну я бы не сказал, что он прям зловеще так выглядит. Смотрим, что ты ночью скажешь. Ага. Ну что, мужики, готовы? Идём? Да, готовы. Давайте только не быстро, а только мало спережём. Блин, ну малого-то этого. Прокатили бы на своей тачке чисто по буграм этим, по кочкам. Ну и только... Джон. Ой, извините. Слушай, Боря, а... Мне кажется, он такой тачки не видел. Пожешь ещё раз всё в своей-то тут деревушке рассказать на камеру про дом и что там происходит и происходило? Да, ну что, как я и писал, это дом моей семьи. Бабушка с дедом построили его ещё в советское время. Земля им за заслуги какие-то там досталась. Поменять мне не пожалуйста. В доме мой батёк вырос, ну и частично я. Блин, лаком выглядит очень даже так красивенько прям. Меня на лето частенько отдавали к бабуле, и я тут зависал все три месяца. Раньше... Прямо, ну, передаёт вот эту вот атмосферу деревне. Что весело было. Там речушка такая, всякие холмики. Ребят много, мы ящерок ловили, рыбу, купались. Это чё, будка какая-то стоит? Малине прятались. Знаешь, Боря, эти подробности можно как бы и опустить. Джон, не грубим. Там есть проблем. Зачем нам про малину знать? Тихо, я сказала. Надо всё знать. Мы со здоровьем плохо стало. Батёк тут дачу купил, там, где мы завтракали. И мы за ней начали приглядывать. Не, ну это, конечно, криповенько выглядело. Вот то, что стоит дом отдельный, там, с другой стороны, через речку. Домики стоят, типа, впритык друг к другу. А этот именно стоит на опушке такой отдельной от всех. И в нём ночью горел свет, это уже, как бы, ну, что-то странненькое. Бабуля, а не за дачей. Да понятно. К тому же батя дачу давно хотел, а тут за копейки продавалось. За копейки, это за сквозь. Джон, успокоен. Даже если там реально домовой какой-то водится, то, типа, блин, откуда он взялся? В общем, пару лет назад бабуля и померла. Да, царство невестное. А как же дед? А что, дед? Ну, ты сказал, что бабка с дедом построили дом. Кстати, да, про деда ты не писал. Да дед тот ещё ходок был. К другой женщине ушёл. Даже не знает никто, жив он или нет. Ну, а батёк моего до сих пор ненавидит. Так, ну, биографию твоей семьи мы более-менее поняли. Более чем? Нечистью-то что? Да что, что? Домовой там живёт. А почему ты уверен, что это домовой? Это как-то проявляется? Ты его видел? Не, не видел. Но проявляются часто. И по-разному. А как? То мебель двигает, то просто стучит. Можаки, давайте поменим, не плачь, а? Джон, хватит убьют, а? Не живот, плачь. Много всяких ситуаций было и у бати в детстве у меня. Или я нормально там девчулю струй, или я? Вот же свет. Оу, май. Горел ночью. Ты тиши-то лень. Много всё было. На цепочках, которые на солнце у нас там загорали. А ну, вижу, и что. Идём, может, познакомимся. Надо было, наверное, подземлился. Нет, Джон, я сказала, что на меня. Не, как, плаваешь. Вече, ты плаваешь всё. Как-то так. О, Борька, Борька, привет. Здрасьте, тётя Нина. Бабушки идёшь? Помянут? Да нет, тётя Нина, просто дома смотрите, проверить, как там всё. Сейчас, обожди, конфет вынесу, помянёте бабушку. Не надо, тётя Нина. Да мне нетрудно сейчас вылезать. Да, Джон, будем ждать. Тётя Нина очень набожная. Внук у неё недавно помер, спился. Хрено. Моровестник был, Колька, знал его. Блин, прессая пчелу. Вместе с ним войнушки тут в детстве играли. Да, специально. Слушай, а есть какие-то свидетели ещё этого домового? Ты говорил, свет там горел. Ну да, горел. Может, это тётя Нина проверяла там что-то или хотя бы видела? Да Нина. Она видит-то через раз. Это как через раз? Ну, плохо она, короче, видит. Ой, Борька, извиняй. Что там, тётя Нина? Не оставь конфеты у меня. Всех поела хоть и без ума. Да ничего страшного. Не, ну, по сути, можно было бы этому чуваку и самому пробраться в этот дом, посмотреть, чё, как там вообще дела обстоят. Но, в принципе, с другой стороны и хорошо, что он так не сделал, потому что это могло бы закончиться как-то печальненько. Так что, молодец то, что предоставил, как бы, дело профессионалам, ё-моё. У вас там есть чем помянуть? Конечно, есть. Сразу решил, как бы, вызвать Линча с Джоном. Давайте, ребята. Ну тогда пошли. Они вас Господь. До свидания. Всего доброго. До свидания. О, хорошие мальчуканы. Как тут мои пчалки? Слушай, Боря, ты видел что-то или только слышал разные звуки? Лично я толком ничего не видел. Вот бабуля моя точно что-то видела. И причём постоянно. Так, а что конкретно она видела-то? О, я вам сейчас всё наглядно покажу и расскажу. Всё муч какая-то есть. Только дойдём до дома. Погоди ты, Джон. Может, всё-таки пойдём к девчонкам познакомиться? Да хватит ты. Реально, лучше к девчонкам пойти, чем к домовому, ё-моё. Салат. Лето, жара, в речке покупаемся, покараемся. Ты смотри, как заговорил. Пятизвёздочный номер теперь тебе не нужен, да? Не хитнете, а? Ещё раз говорю, мы тут по работе, так что веди себя профессионально. Ладно, сам потом сгоняй. Моздышко. Ничего такой, Доминин. Старый добрый скворечник. Скворечник? Бадёк мой так его называют. Понятно. Я так понимаю, домом никто особо и не занимается, да? Да нет, кому он нужен? А там вообще безопасно внутри? Конечно. Батя хоть и говори. Конечно, безопасно, да. Ты что, дом прогнил? А мне кажется, он ещё лёг. А так фигня вообще, ну просто там потолок сыпется, он типа обваливается. Да, фигня. Нет, стоп. А, ну раз ты говоришь, что да, можно смело заходить. Конечно, смело. Мне можно доверять, мужики. Это был сарказм. Не, ну чё-то он прям максимально доверие не внушает. Ну вообще-то не ладно. Ну хватит, да. Я молчу, я молчу. Да давай, Джон. Это домина, блин. Тут только ужастики и снимать. Замок тут заедает. Нужно приноровиться, чтобы открыть. Сейчас, погоди. Может тебе помочь, а? Джон. Я в замках немного разбираюсь. Да не, я сам справлю. Сейчас. Давай, давай. Вот. Есть. Всё, заходим. Видишь, Джон, он сам справился. Не нужна ему помощь. Да чё ты грызёшься-то, а? Иди себе просто. Снутри там закрыться, блин. А домового убегать будешь? Чё-то замок хрен откроется. Это нормально. Я нормально себя веду. Если что, здесь можно не разуваться. Срачельность здесь приличная. Да ладно? Серьёзно, что ли? Серьёзно. Вот это сервис. Серьёзно. Так, ну идёмте. Идём, идём. Здесь, в общем-то, кухня. Плита, конечно же, не работает. Это не проблема. А вот печь реально советую затопить. Потому что ночью вы задубеете. Я на ней помню в детстве зимой спал иногда. Пока бабуля не начала пугать своими видениями. Погоди, погоди. Ты сказал нам лучше затопить печь. А ты с нами ночевать не будешь? Не, мужики. Не буду. Меня это... Блин, я не помню у кого. У Димы Масленникова или у кого-то ещё видел тоже видос подобный в реале снятый. Там какой-то тоже заброшенный дом был. В какой-то богом забытой деревне. И чувак там, типа, ночь проводил. Спал тоже, печь такую уже топил. И снимал, типа, всякую паранормальную хрень, которая там творилась. Ну, якобы творилась. Этот дом до чёрта. И, блин, это тоже такое нечто подобное. Только в Майнкрафте. Хочу я, извините, как знаешь. Ну ладно, кидак. Джон. Начал, да? В общем, если что-то надо, чашки там, тарелки, можете брать. Оно грязное всё, конечно. Но во дворе колодец есть, можете набрать воды и помыть. Или в реке. Идёмте дальше. Прекращай, а? Веди себя. Ну, как бы тут и не пожалуешься толком. Всё-таки, ну, не пятизвёздочный отель, так что... Да, здесь у нас гостевая комната. Можете, конечно... С другой стороны, ну, как бы, всё есть. Стоит только сделать самому. Остановиться здесь, но... Ну, типа, чашки есть, стоит пойти их помыть. Тепло есть, но нужно запить печень. Ну, я бы не рекомендовал. В принципе, норма. Какой-то затхлый запах. Она и угловая, тут ветрено. Реально, пахнется реализмом. Лучше ночевать в другой. Идёмте. Ещё она воняет ужасно. Пожалуй, соглашусь. Я бы рекомендовал остановиться здесь. Тут и две кровати, и стена смежная с печкой. На топите. Здесь будет тепло, хорошо и комфортно. Ну, а тут вроде не воняет. Я тут сам ночевал, когда на лето оставалось. Блин, мне декор прям нравится в доме. Прям вот максимально передаёт реально атмосферу. Прям очень классно сделано. Что карта построена очень круто, что декор внутренний. Я даже сказал, что здесь так уютно, что ли. Да не сказал бы. Странно. Максимально прям передаёт атмосфера вот этого вот старого какого-то советского типа домика, где там живут какие-то старики. А вот тут, тут раньше бабушка. И вот он типа сейчас заброшен. А потом батёк сюда переехал. Когда бабуле совсем плохо стало, у неё ноги отказали. Жесть. И вот в той комнате она и померла. Тут ещё комната? Я даже не заметил эти двери. Там вещи её и всякие лекарства остались. А почему шкаф? Жалко бабулю в туты. Да батя шкафом заставил, чтобы не ходить туда. Будто этой комнаты не существует. Это печальная история выходит. Короче, как-то так. Слушай, Боря. Реально грустненько. Ты ж хотел ещё про случаи всякие рассказать. Кстати, да. А, точно. Забыл совсем. Так, ну их так-то много в целом было. За всё время. Да давай валяй. Ну самые запоминающиеся это шаги, наверное, и стуки. Частенько я бывало, знаете, набегаюсь. Лягу спать на эту вот кровать. Уже начинаю, знаете, сон видеть. Как вдруг стук такой. Прямо возле уха. Будто вот рядом кто-то сидит и стучит. Так тихо. Тук-тук-тук. Потом лежишь вроде, думаешь, приснилось. И тут шаги начинаются. По чердаку. Из угла в угол. Из угла в угол. Да так быстро. Точно, блин, барабашка. Двери сами открывались. Ящики. Свет мигал. Сейчас-то электричества нет. В смысле электричества нет? Ну, линии оборвались. Нужно... А, ну да, я видел там столб порванный как раз у этого дома стоял именно. Чинить. Так, ты же сказал, что свет вчера горел. О-о-о. Ничего такого там не было. Но шаги оттуда частенько доносились. Так, а бабушка твоя это слышала всё или как? Да, она его и кормила. Блюдечко с молоком и печеньком. Ну, бабушки, они такие добренькие. Им хоть барабашка, хоть внук какой-то. Вообще пофиг. Всех угощают. Вот это жуть. Чтоб задобрить. Разговаривала с ним. Помню, лежу я опять-таки здесь. Ночь такая тёплая. Окно открыто. Лягушки квакают. Слышу, бабушка что-то бормочет. Думаю, ну молится, наверное. Она очень набожная была. Вроде как не придаёшь этому значению. Начинаешь задрёмывать. Вдруг слышу, что уж слова больно странные. Типа, как ты поживаешь и всё в таком духе. Подхожу к комнате. Она так лежит и смотрит перед собой. И разговаривает с кем-то. А никого-то и нет. А смотрит она прямо в точку. И бормочет, бормочет. Такое частенько случалось. Ну ты чё, они кенты, блин. Бывало тоже. Сиди, могу. Друзья хорошие. И она как начнёт говорить с кем-то. И в угол таращится. Там, где печь стоит. А в углу-то никого. И разговаривает. И разговаривает. Расскажешь мурашки по коже пошли. После этого и на печи. Да, у меня тоже. Реально, у меня тут раз. Зеркала она почему-то не любила. Завешивала их постоянно. А вообще у твоей бабушки с психикой всё нормально было? Может она просто... Да не, нормально. Верующая она очень была. Да и всё. Ну и с Ванькой разговаривала постоянно. С Ванькой? Это она так домового называла, ласково. Началось. Упа-упо-упо-па. Да нет, не то. Дом старый. Таких звуков полным-полно здесь. Так что вы не пугайтесь лишний раз. Ванька вас ещё успеет напугать. А он вообще часто проявляется-то. Мы точно его увидим. Бывало и неделями молчать. Ну не знаю как Ванька, но у этого пацана получилось напугать. Бывало дня три-четыре подряд куролесит. Вот вчера же говорил, свет горел. Значит по идее он и... Так он что дискач что-то устраивал? Ванька, встань! Джон, мать твою, ты совсем офигел? Так лучше не говорите. Как раз музыку не надо, там лягушки квакают. Как бы оркестра есть. Свет врубил, тут дискач строил. Нормально. Домового-то это самое зли. Деревенская пати такое. Нельзя. Нужно по-доброму с ним. А то худо пучит. Мы всё поняли. Да, Джон? Ага. Я говорю, да, Джон? Поняли, поняли. Лучше зря его не слить, короче. Кажется дождь собирается. Надеюсь крыша не течет. Кажется, дождь начинается? У кого-нибудь есть? Нет. Это плохо. Тогда я побежал домой, пока не началось. Да не сахарный же, чё дождя бояться? Не сахарный, не сахарный. Но я только переболел, блин. И чем это? Лето на дворе. Я с температурой и горлом валялся неделю. А, вон оно что. Так что сейчас лучше не переохлаждался. Ну это в принципе правильно. Это сама. Вы на ужин то пойдете? Нет, вряд ли. Мы консерв набрали, дошарагал. Да, запасов у нас достаточно. Уважуха такой добре. Пойдем. Не переживай. А, ну тогда ладно. Я тогда побежал, а то молния сверкает. Да, конечно. Да, да, да. Дрова за домом, если что. Для печи. Туалет тоже на улице. В смысле туалет на улице? Не переживай, Джон. Ты в ведро будешь ходить. Чего? Это я в ведро ходить буду. Да потому что я помню, чем закончился твой последний поход в туалет на улице. В смысле? Я так, причем ты попер в поле меня искать. Ладно, мужики, я пойду. О, да, было такое. Давай, спасибо за экскурсию. Да, не за что. Нет, туалет на улице. Ну и клоповник же дали. Как раз в прошлой страшилке. Не знаю, я лично не ждал каких-то крутых условий. Есть. Ну как раз начался дождь, какие-то непонятные звуки. Чувак свалил и все. И тут-то походу начинается. Стори эти, думаешь реально? Я ключи на кухне оставлю. Да хрена можно. Да все, иди уже. Посмотрим. Ну этот скрип, конечно, жуткий был. И истории тоже. Про зеркала и... В ключи вообще непонятно, зачем вот это вот все закрывать здесь, если как бы деревушка, все друг друга знают. Ну да. Это да. На этой кровати я точно спать не буду. Затягивает-то как. Нужно поторопиться. Затягивает-то как. Нужно поторопиться. Затягивает-то как-то. А, Линч. В такую погоду... Это даже ради. Там до ладошек самое то. Да точно. А ты говорил, зачем ты кипятильник берёшь? Зачем? Вот же, сейчас бы сидели лапу сосали. Да, нормально ты так втащил. Да я же вроде так хотел. Чуть теперь даже спать хочется. Ну, спать ночью будем. И то не факт. Чё, какой у нас план действий-то? Мы тут уже больше часа сидим и нифига не происходит. Ну, во-первых, нужно найти дрова и печь растопить, потому что я уже... Я там уже промокну, по-моему, всё. Я уже чувствую, как... Все дрова под дождём. Как холодок тянет. Да-да-да. А во-вторых, думаю, всё-таки нужно дождаться ночи и... Надо было, мне кажется, сразу, блин, заносить. И там уже пробовать выйти на контакт, так сказать. Ты серьёзно думаешь, что здесь что-то есть? А ты нет? Да камон. По-моему, бабка просто была не в себе. А Боря этот слишком впечатлительный. Ну, хрен его. Когда он рассказывал историю, у меня мурашки бежали по всему телу. Да у меня тоже, но то, что он хороший рассказчик, не означает, что это всё было взаправлено. В любом случае, посмотрим, что будет ночью. В утром посмотрим. Так, давай, пошли дровишек найдём, да, печь растопим, пока не стемнело. Может, покемарим часок? Чё-то меня так разморило последнее. Слушай, ну давай сначала печь растопим, а потом уже посмотрим. Блин, ты ж всё равно говоришь, ночь обещает быть бессонной. Надо быть бодрым, поэтому нужно посмотреть. Слушай, ну как раз дровишки, блин. Ну, хочешь, скажись, я с дровами, в принципе, и сам справлюсь. Вот, так бы сразу, Винч. Давай, через часок разбудим. Да, хорошо. Блин, в такую погоду выходить, конечно, такое себе. Надеюсь, дрова хотя бы накрыты чем-то. Молодец, Джон, конечно, дрыхни себе в удовольствие. Винч всё сделает. И дрова добудет, и печь растопит, и еду приготовит. Ну да, я мне это всё чё-то возьму. Ты откуда тут? Ещё и дрова сырые, мать их. Ты чё? Тихо, пёсик. Спокойно. Я? Я просто... Просто уйдем. Капец, он выглядит как-то стремноватенько. Слезкие движения просто уйдем. Спокойно, пёсик, спокойно. Фух, пронесло. Откуда он только взялся? Блин, здесь мне что нравится, кстати, в сериале, то, что дофига ракурсов, снятых со стороны, это прям классно. И кучу всяких анимационных вот этих новых движений персонажей, это классно. Как я и говорил, в принципе, всегда с каждым абсолютно сериалом у Линча совершенствуется качество, и это радует. Хотя, забор весь в дырах, понятно откуда. Блин, только дрова ещё больше намочила. Да и сам весь промок. Теперь придётся их как-то сушить. Да и себя-то уже. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. И вот эта вот фигня тоже со временем прикольно. Хочем, хотя бы как-то более углублённо уржаться в это всё дело. Так, вот. Горит, горит. Отлично, Машина. Приносит прям зарево какой идёт. Да, реально под вечер похолодало. Отсельская печка. Её же мать. Какого хрена? Началось? Это та бабулька? Какого чёрта она тут делает? Это ей надо. Она вообще видит меня? Или нет? Ну, куда это? Может, надо что? Сейчас узнаем. Эй, вы что-то хотели? Как резво убежала-то, а? И что это, блин, было? Хренело. Может, она увидела дым из трубы и пришла проверить? Хотя я только растопил печь. Странно. Ладно, уже темнеет. Может, она свою подружку пришла проведать? Пойди. Которой уже нету. Нужно скоро что-то начаться. Так, это вообще закрыл. А дым, типа, как она его увидела? Она же, типа, плохо видит. А, блин, чё-то мне тоже... Или, может, она тоже приходит? Своего дружка тут кормить этого домового? У этого... Может, тоже кеморрнуть? Может, они там общие кореша, типа, были? Чё там Джон спит? Ему нормально вообще. Платка сопит-то, а? Вот вам и старость. Поела задрых. Ладно, думаю, часок можно тоже подремать. Даже если что-нибудь случится, мы всё равно ведь там, где нужно. Одну ночью по кайфу просто. Проснёмся. Да, почему Джону можно, а мне нет? Нереально. Подремаю. Красота, лепота. Дрых тут себе. Туки-туки. Просыпаемся, в гости пришли. Блин, я думал, сейчас опять эта бабулька посмотрит в окно. 23.00. Обычно как раз-таки всякая хрень она происходит ночью, так что... Сейчас, походу, начнётся уже интересное самое. Как раз проснулись, как бы доброе утро, здравствуйте. Да, хрен его знает, я тоже спал. Хрен его знает, она сначала в окно таращилась, а потом я вышел, и она быстренько так ушла. Ты тоже безумная, Линч. Не знаю, возможно. О, чёрт. Что это было? Это мой живот. Так громко? Кажись, дошик не пошёл всё-таки. Мне нужно в туалет. Ну, пойдём я... Ой, а он, кажется, на улице? Нет, я не хочу, чтобы ты опять потерялся, они тебя забрали, какие-то демоны. Не завязывай, Линч, лучше скажи быстрее, где фонарик. Сейчас я тебе всё покажу, идём. Да иди ты, я не смогу при тебе это делать. Ну, смотри, какой стесняшный. Там дождь на улице идёт. Ты чё, тут постоять будешь под дождём, Мокс? Да, блин, если надо, постою. Преживай, Линч, я телефон взял, если что, будешь звонить. Точно взял. Плюс я орать буду, в случае чего услышишь по-любому. Ладно, в рюкзаке моём фонарь сверху прибежит. Всё, я, короче, погнал. Давай, ты... Да давай, а ты сейчас тут наваляешь. Серрун, блин. Надо было всё-таки ведро здесь ему поставить, чтобы хотел только туда. Но, надеюсь, в этот раз обойдётся. Одному в темноте тут довольно-таки жутковато, я вам скажу. Мебель это скрипучая. Зеркала накрытые. Тут же, по идее, есть какой-то чердак, по крайней мере, должен быть. Мне кажется, туда тоже стоило бы сходить. Хотя тут, блин, опасно всё, типа, можно провалиться, но проверить-то весь дом надо было. Опять мурашки по коже пошли. Как раз если звуки идут с потолка. Чувак рассказывал. Ещё этот дождь постоянно бьёт по подоконнику и стекло. Кажется, будто кто-то стучит. Но пока это... Не, ну то, что бабульку в окошко заглядывал, это, конечно, криповенько было максимально. Надо, блин, шторки, что ли, закрывать. Всего лишь дождь. Да иди ты, господи! Южи мать, Джон, ты совсем ошалел, что ли, придурок? Иди, куда шёл, в свой туалет, блин! Засранец, долбанный. Чуть сердце в пятки не ушло, блин. Мать его. Он баран, блин. Реально. Ах, придурок. Ну вот и как с ним работать? Постоянно что-то не так. Ищи-то бабка из головы не выходит. Может, у неё реально было какое-то психическое расстройство? Потому что мы уже в доме несколько часов, а ничего толком и не происходит. Хрен его знает. Ну, в любом случае, места здесь красивые. Ну, хотя бы чё-то радует. Если ничего и нет, может... Места красивые, там, речушка. Девчулечки, как бы нормально. Машлычок пожарить, в речке покупаться. Да, думаю, задержимся в любом случае. Оу, да. Что за... Опа. Мне же это не послышалось. Опа. А ну, тихо. Опять Джон прикалывается. Чёрток. А, нет. Шаги. Блин, блин, мне стрёмно, блин. Началось, что ли? Проклятие началось. Чёрт, блин, почему? У меня мурашки тут по коже. Твою же мать. Ой-ой-ой-ой-ой. Только сейчас давай без кримера, без кримера, давай. Кто здесь? Кто здесь, мать его? Твою же мать. Фуф. Ладно, хотя бы скримера не было. Да я уже готов был просто заразить, если что. Потому что я прям нормально так это самое присел, блин. Ещё музычка такая зловещая. Я уже прям настраивался реально, что сейчас выскочит какая-то хрень. Ладно, благо этого не оказалось. Короче, чуваки, Сирик обещает быть интересным, хоть и коротким. Но это не страшно, это же Линч. Он, в принципе, умеет в сжатые серии делать максимально интересные сюжеты. Этим он, конечно, красавчик. Мне Сирик пока что понравился. Очень даже, хочу сказать, прям такой насыщенный получился. Это очень классно. Так что, надеюсь, следующие серии будут ещё гораздо интереснее. Так что, чуваки, обязательно с вами их посмотрим. Но пока что вы можете подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие реакции. Поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка на него будет тоже в описании и в закреплённом комментарии. Я, ну так, напомнить лишний раз. А то вдруг вы забыли. С вами был Финн, всем пока.